всем привет ребят ну что у нас сегодня веселый видосик как видите салатовый рамакей не отличает в общем у нас сегодня топ 10 донатных героев которыми я пользуюсь которых можно использовать и которые в принципе отчасти нужны возможно не все не все на сегодня даже актуальны но они опять же должны быть у вас в алтаре для прокачки силы для прокачки талантов и прочего то есть это однозначно должно быть в общем поехали некоторые герои мы можем получить за счет количества доната это шапка минотавр и разрух если же первых два там относительно шапка там полтора по моему или два пака минотавр 56 паков то даже меньше наверно смотря какие акции попасть то разруха уже как видите 320 это минималка но он наверное самый бесполезный и самый беспонтовый герой потому что кроме своего удара да вот у меня даже его нету у меня есть он просто карточках остался одна карта осталось я его не использую он не актуален его урон который в принципе вроде и классный ничего и может сделать с новыми героями плюс он медленный то есть он ближнего боя на сегодня место ему скажем так даже в топ-10 нету я даже не всех героев закинул в топ-10 некоторые герои условно донатные то есть тот же самый там огнек его можно зефир бард многие герои можно получить без доната но в основном они как бы изначально были донатные то есть если человек начинает играть новичок то он их просто так за ролик не может получить соответственно только задано так с детом наш разруха я не буду вам всех героев показывать у меня их здесь всех нету можно было бы в принципе на другом аккаунте но это смысла не имеет вот например разруха то вот он наносит станет на максималке станет на принципе что 13 что 14 на две с половиной секунды отражает 75 процентов дамага имеет встроенная утекание раньше когда-то он был актуален на сегодня это просто бессмысленный герой чисто ради прокачки силы вот это максимум для чего он нужен в общем поехали разбирать топ-10 какие у меня здесь есть герои почему я вам сейчас расскажу минотавр некрас огник роза зефир вольт дуэлянд мэри бард и шапка возможно я кого-то пропустил но вроде все у меня такие условно донатные есть нету здесь арктики также и нету здесь дракона почему что арктика я когда-то раньше мы ее покупали блин за 22 больших покорь до 22 больших пока стоил один герой арктика которая на сегодня стоит там вообще копейки там 5 баксов даже дешевле даже с акции его уже раздают то есть есть герои которых можно получить и без доната но они все равно условно донатные то есть арктика и дракон арктика замораживает снимает бафы по моему станет если я не ошибаюсь имеет повышенный те крит урон или крит удар я уже давно и не использовал и дракон который дебаффет понижает скорость атаки скорость передвижения то два героя которые в принципе для без доната актуальны они для любого аккаунта актуальны но есть герои которые круче чем они которые круче дебаффет и более универсальные тем более донатные поэтому я их в этот список даже не включил что же касательно этих героев давайте начнем с самого наверно последнего места это у нас по востребованности это будет шапка вот этот вот герой почему шапка она в принципе в основном для подземок она быстро заряжается не имеет кулдауна также для фарм локаций но за имением других героев можно без нее тоже опять же обойтись и у нее не настолько крутые параметры там по жизни по всему то есть она не настолько универсально поэтому я и отдаю 9 10 точнее место набьет вот 14 целей там на 14 мске ли еще больше по моим 15 до 16 но это сути не меняет восстанавливать себе жизнь и все то есть это чисто такой герой для фарма дальше следующее место я думал 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 и знаете так метался потому что по сути если разобраться минотавр на сегодня с этих вот всех героев если взять самый дорогой получается в сборке потому что его только за накопление но самый дорогой донатный герой это у нас разруха все равно потому что выходят герои донатные потом они дешевеют эти герои вы никак не получите только за определенную сумму доната по соответственно допустим если брать та же самая шапка минотавр и разруха это три самых дорогие герои в игре я потому что они стоят как изначально таки сейчас больше всего то есть все остальные падаются не выходят новые герои он становится дешевле эти же герои в цене никак не падают и это классно круто но они не настолько уже актуальны в общем поехали дальше тут знаете я вот посидел думал наверное вот девятое место это у нас будет вольт потому что он не настолько уже актуален универсален он дамажит и слепает классный герой имеет иммунитет и но опять же по востребованности я тоже его практически не использую дальше у нас соответственно идет некрас некрас снимает бафы бьет по зоне имеет иммунитет к урону отхиливает себя но опять же на сегодня против смотрит аминопова по локациях смотря какая у вас сила будет более-менее актуален дальше он у нас не актуален поехали дальше дальше мы поставим наверное все таки уберем отсюда дуэлянта так как он вроде крутой дамагер быстрая атака хороший урон все дела дальний классный но опять же по востребованности по использованию после обновы там пару дней он потащил дальше просто пошли пересборки героев и он просто не настолько актуально да можно собрать его им балансным уклонение утекание прочее на это можно любого героя собрать таким но по универсальности он к сожалению проигрывая тоже многим героем дальше у нас конечно же идет роза тоже она принципе где-то такая же как дуэлянта набьет процентуально бьет по зоне видео на каждого героя вы можете у меня посмотреть плейлистах обзор героев там есть абсолютно все разные сборки все герои разных вариациях но роза опять же она можно сделать и неубиваемый огненка и сона себя отхиливает иммунитет и все дела но опять же она не настолько универсально по сравнению вот с этими героями ну конечно же пятое место у нас отходит минотавру почему именно минотавру там допустим почему не мэри потому что мы минотавр по сути был у нас создан в основном для подземок а подземки как вы знаете на сегодня можно фармить абсолютно без минотавра но опять же там один из таких самых классных топовых ну из-за чего ему дал 5 это битва гильдии то есть во многих нюансах и можно еще проходить битву гильдии добивает бить то есть все зависит опять же от сборки но он еще там актуален другие локации ну еще допустим можно фармить battle pass как вариант то есть такое ну то есть из-за этого я ему дал это место ну дальше у нас уходит четвертое место наверно скорее всего мэрии почему потому что она убивает вот этих двух драконов которые есть плюс убивает файл которые ограничения на его снимает и соответственно она сейчас тащит в запределье где можно собрать топовые плюшки на сегодня это одна из таких самых интересных локаций поэтому я дали на павопа локациях принципе она классная в сборке на битве гильдии можно ее использовать и на атаке фартов убивать тех на ком зависает поэтому я даю ей четвертое место дальше дальше по универсальности вот тут вот знаете дилемма такая спорный вопрос потому что огни вроде и классный крутой для павопа локации не убиваемый для битвы гильдий для фарм локаций но есть бард который тоже реально очень крутой и универсальный герой но опять же если равняться на то у кого больше как бы возможности все таки наверно бардова станет третьим почему потому что он не дамаггер если логник допустим крутой дебаффер дамаггер там и универсальный герой бард тоже классный но он больше саппорт и и он реально круче тем все те кто ему показал с донатный героя условно донатных его тоже можно собрать без доната но опять же он у нас будет третьим ну и тут конечно же устается у нас два героя два самых интересных и многие до сих пор спорят кто же лучше огненьки или зефир но я скажу так круче чем зефир пока героя с донатных нету ну конечно круче только бездонатная бочка почему во первых у него классная отражалка которая не снимается у огника она его он выходит с вас своего слова со своего блин не стану ну короче мы поняли о чем со своего билда короче и соответственно он сливается то есть у него есть одна из таких уязвимостей это то что когда он выходит со своего скилла он уязвим как и все герои плюс он себя убивает в это время на отражалке зефир тоже убивает отражалки у него она не такая потому что у него есть ограничение по урону обоих ушатывает марит то есть однозначно и того и того при определенной сборке плюсы зефира он себя очень круто хилит чего не скажешь о угнике плюсы огника то что он если перересывается ну то есть оживляется сразу же на фул то есть можно ставить оживу сразу же фуловый будет любая оживу сразу же фуловый резаться снимает баф и бьют зонально парализует зефир же делает в принципе где-то приблизительно все тоже но он игнорирует бронь это самая основная и болючая проблема для многих сегодня как для атакующих такие для дефников как все-таки воевать зефиром и соответственно поэтому как бы возможно угник там на больше локации то есть он еще и на я показал сегодня на этом как его на архидемоне тоже тащит ну то есть нюансы есть конечно же но зефир на сегодня более универсальной и более интересный герой можно собрать сборки где они друг друга не сольют но если учитывать то что зефир у нас ко всему еще и автопрокер то на сегодня это реально очень огромный плюс потому что ставите ему в ладушку вы можете фармить волны вы можете фармить какие-то локации другие огни все же не имеет этой возможности то есть он только бьет когда есть цель а вот поэтому зефир все-таки получше будет чем огник но в них вышел раньше это попозже плюс зефира есть иммунитет и намного круче иммунитета нежели логника поэтому все-таки у нас первое место занимает зефир чеки и пока вот так вот не знаю пишите кто чем согласен не согласен может у кого-то какие-то свои мнения есть кто кого больше использовать на показал с практики с того что я использую где я играю на каких локациях я как бы прохожу больше чем остальные игроки потому что у меня посильнее противники и посильнее локациях есть нюансы поэтому по универсальности я могу скажем так подсказать тем кто только начинает то есть это видос такой более обучающий для начинающих чтобы они знали на какого героя стоит первую очередь равняться кого стоит добывать ну не забывайте есть и куча бездонатные герои которые тоже реально очень универсальные крутые которые тоже может поменять всю игру вот так вот такой вот видосик пишите комменты ставьте лайки всем удачи всем пока